вот если бы мне лет десять назад сказали бы что камни живут я бы тогда на ли не поверил пока сам не столкнулся с этим вот и начну начать с того начнем для ночи уже вкратце говорил вот значит в поездках да вот тут такая цитата хорошая тот кто не был знаком с творениями древних прожил неведая красоты гегель вот тот самый камень который мы уже много говорил вот он нас подвиг вот на эти исследования и вот оказывается да и значит последнее время десятилетия наверно несколько во многих странах французские геофизики геологи в америки в англии усиленно занимается исследований камни они там показали что камни перемещаются и камни имеют вдох и выдох они живут а вот я значит измерил сам уже волатвирь камня его вдох и выдох это конечно энергетический вдох энергетический выдох вот они эти вдохи и выдохе примерно по два месяца длятся и вот их череда четыре раза по квартально как бы до в течение года происходит эти даты могут смещаться конечно но это зафиксировано вот мы с помощью вот этих инструментов спрашивали вот это такая у меня рамка на мой любая любая проволока собраться под углом вот у меня просто удобно что в кармане на помещается второй инструмент который позволяет общаться с на сферой ведь в библии сказано что ни один волос вашей головы не упадет без знания там наверху да вот такой простой до любую шайбу я взял дыхали все я получаю ответ мгновенно я не надо мне температуру мерить давление там всего-всего там известно я задаю вопрос какая температура дали все получаю ответ итак значит дальше у нас начались такие интересные исследования вот это в гипербореи один из самых знаменитых камней черный артефакт он называется на островах белом море это в поездку 7 года мы зафиксируем потом наша знакомая тамара серкесова здесь она она поехала года полтора назад в поездку дронвал мельхиседеку в америку в большой каньон я потом с его компьютера сфотографировал и удивился значит на юге америки то есть уже практически почти что южные полушария есть аналоги северных камней вот это как бы ага близнец черный артефакт это на самом деле петти пентаграмма такая затем то что вот здесь называется раковина энергия и не идет мощная такая и там ответе даже собачка голубева забралась и там очень комфортно и мы забирали сюда но погранили на граничное время прошу энергия сильная in in там энергия так вот там в америке аналог этой ракове там тоже сова не собачка сова и то же там комфортно видео раз туда забирается вот наш знаменитый одноглазный бог один северная север на севере а вот его аналог в америке он явно помоложе когда мы узнали значит возраст камни тех и других то гиперборейские они от 7 до 10 тысяч лет их возраст а этих 3000 лет но известна такая джарникова и прохорцев они вас во всех своих книгах пишут о том что насчет гиперборея когда после гибели арктиды у северного полюса она ушла под воду а эти к памятники остались как бы следы на некоторых островах и вот мы их изучаем к счастью так вот потом гиперборейцы пошли тремя потоками на юг значит в грецию в египет и в индию ну и потом добрались они видимо и до америке еще что такого это есть на эту тему тоже работы доказательства вот сфинкс северный он такой древний мудрый вот смотрит в небо а вот сфинкс уже тут рукотворные там на севере были скорее всего все-таки природные образования с помощью богов и все боги на севере обитают обычно так вот говорят полюса а там уже сделан видимо на юге рукотворные вот это мара черкесова я вообще составил табличку биополя тех и других камней сравнительную поля с от абсолютно те же самые но что любопытно вот вы увидите здесь сам запутался скобочках вот скобочках видите данные значит здесь оказалось что скакива какое-то время прошло и уменьшилось биополе отрицательно уменьшил именно минус уменьшился произошло это скачком вот квантовый скачок прошел почему-то 10 апреля я точно не знаю какой-то серьезный катаклизм в космосе произошел да какая-то энергия не все нам сейчас сразу не уразуметь постепенно открывается но этот факт зафиксирован вот ну и потом смотрите какие тут минусы где минуса где плюсы вот там где рак или там естественно минус черный артефакт минус один минус он пошел под землей там как вот есть легенда такая находят с какого-то определенного периода был а уже сфинкс и этого плюс пошел вот ну тут так говорится о том что тамара черкесова фотографировала и мы определили вот это путешествие по ган канюна привезла оттуда камушки которые потом померил там колоссальные биополя в этих камушков с тех мест где аборигены вот племена индейские древние нам молились вот и там это осталось лет памяти сохранилась эти у меня камушки хранятся дома теперь значит тут вот несколько слов по поводу того почему это произошло для чего видимо космические силы наши древние прошли они же древние знали многое в катарсисе анатолий палыч и я виктор еще об этом говорят очищали знали больше чем мы вот в нашей цивилизации мы только приоткрываем снимаем шелуху как бы нашей цивилизации с эти знания с истинным так вот цель этих построения до видимо то чтобы гармонизировать полушария вот известно тоже из таких книг как ссылки есть в этом статье березикова книжка вселенская книга перемены времен я с ним общался на эту тему тоже и еще если другие источники табирон говорит метатрон значит 2010 года для объясняется что сейчас значит четыре стороны света как бы северо-запад юг и восток они их как бы держат в равновесии в гармонии что ли север березиков это первый человек плазмоид у нас вселенной на планете 2 значит южный поле дурнвала мельхиседек восточный далай-лама аваста западный держал понтифик понтифик умер которую 25 по иван павел был порога когда он умер то это перешло под надзор березикова тоже якобы теперь вот дальше значит когда табирон за его книжку прочитал путешествовал по большому каньону то он удивительно что встречал храмы такие образования вроде бы природа могут они рукотворные которые назвали явно чувствовалось что он ясновидящий храм и сиды храм васириса храм гора это там на юге то вот а мы путешествия где по баре и вот на в коне камня вот этого черного артефакта вот я сфотографировал два светлых шара вот мол даша вы знаете читали народа часто наблюдал шары в разных местах так вот я это динфицировал это не раз проявлялась где мы появлялись и вот друг шар 1 2 либо 2 а тут это духи и сиды и осириса то есть боги жили на севере но то нет естественно путешествует и южные края тоже теперь несколько слов о совершенно легендарном фантастическом камне я бы не поверил тоже если бы с очевидцами га которого держал в руках чем там они чем там они за сказочный камень который перемещается появляется нежизина он якобы был александр македонского был у в наши времена уже да у рюрика якобы он был в новгороде затем у рерихов был елена рерих до владела а потом у березика он был три года когда тот три года сидел в отшельничестве на памире и вот дальше чудеса продолжаются буквально два года назад на нашем дачном участке об этом не пишу вот но скажу вам вдруг появляется черный камень рядом вот обычно на участке там серый белый от рядом показаны да а тут черный камень и на нем знак буква х я так сразу подумал до христа что ли это откуда взялся вот камни растут тоже есть на эту тему исследования вот я тогда показал этот снимок был в москве веленограде такая исследовательница ольга стофеева она сразу его идентифицировать да это горит называется на урис есть такой алфавит до мантры не мантры а знаки вот дред поклонников дерева живут от где-то там весла не что вот она говорит это научись знак такой из алфавита это древний вот такой вот он написание похоже на знак христа он положительный сдавать но когда я померил биополе его она совпала с точности с биополем аллатырь камня вот что интересно аллатырь камня значит биополе начальное измерение это было в шестом году было три километра всего три километра в спящем режиме а в актеем до 3 диаметра земли сейчас она выросла в 9 раз выросла это биополе и так же вот и у этого камня тоже самое измеряю иногда и вот она так повторяется тут я тогда вспомнил у нас есть работа на эту тему измерял я энергетику с моим внуком старшим мне вот когда система рухнула наше образование науки то аспирантов 20 лет уже нет у меня аспирантов никто уж не хочет аспирантуру идти до внуки мои подросли помогает еще интересно что тут статистика получается я измеряю там рамка не измерять повторяется точно вот так вот со старшим локом и с младшими из работы уже обнаружили что изучая энергоизлучения различных линий вот знаков до обнаружили что там и круги и кресты и треугольники всякие максимальная энергия обладает животворящий крест вот не случайно животворящий крест именно это вот это есть палочка до вниз это попадешь ват вверх поднимешься значит духовный план до вверх на верхние частоты видимо это ну это вот моя гипотеза конечно же так вот знак этот связан видимо с тем что как вот здесь вот написал да он недалеко старой ладоги вот это пупышу находится недалеко от старой ладоги 15 километров старая ладога это известно первая столица руси вот и видимо все это очень так не случайно значит можно сказать так наверное что вот появление вот этого знака она давно еще не сказал что аллатырь камень с некоторых пор стал дуально излучает раньше он только положительную энергию аль примерно года полтора два назад когда вот переход был на частоты 11 11 11 11 ноября 11 года он стал дуальным так вот этот знак единстве из всех 24 знак алфавита древнего да он единственный такой тоже дуальный и подрост тоже по энергетике единстве то есть не случайно видимо это соответствует тому что приближаются времена вот этого перехода до 26 тысячелетнем цикле на новой энергии на новые частоты и все это говорит о том что видимо святая русь действительно просыпается вот все же как если послушать особенно березникова и маслова леяда ивановича академика через которых якобы творится это похоже правда я уже много раз на эту тему выяснял по всяким каналам и соответственно действительно существует полное видимо так вот действительно у россии у наших предков гиперборейцев до было бы заложена тогда программа о том что именно нашей стране россии не случайно такая территория огромная до сохранилась на сечении тысячелетия да ну вот это это миссия наша вести всю планету в спасению и тут вот можно сказать о том что я об этом не сказал что как можно помочь планете и нам всем людям перейти 21 такая интересное сочетание 21 декабря до вот так вот я нумеролога интересовался нумерологии их очень много всяких систем мне больше всего нравится именно вот пифагоровской термина нумерология вот смотрите сумма цифр на девятка девятка защищает процесс завершён а тут три троицы вот действительно какой-то цикл завершается ну и вот обращаясь к прошлому докладу предыдущего когда американский теоретик д джуди чут рассказал о своем понимании принципа газенберга именно в электродинамике квантовых то тут значит есть такое рецепт как бы который совпадает с тем что рекомендует творец через масло конечно вот что мы должны все вот в такие дни объединиться сознание на духовном плане да и мы способны потому что мы все боги на самом деле об этом все время говорят что вы боги но вы забыли вам перекрыли там эту память чтобы сами делали шуги преодолевали ступеньки какие росли готовились переход на высокие частоты цель нашего прихода в эту жизни только чтобы подняться на высокие частоты потому что должны такая планета на единственно ведь в космосе да мы должны другие планеты другие миры одухотворять там вот они как биороботы живут на других планетах свобода выбора только у нас есть поэтому мы совершаем так много ошибок на ошибках учиться и растем постепенно вот и тут вот конечно же если мы все объединимся в один час в одну секунду в едином со знаний со-знание да потому что на самом деле истинная вера верующие то не тот уходит в раму ошибается тот человек который сказал что он атеист если он признает природу до природное явление общается с космосом с матушкой землей на грядках хотя бы все он уже значит верующие и такие люди они как раз и в это откроют их сердца откроются раскроется душа в поднятищися и мы и они перейдут условную реальность конечно ну говорят квантовый скачок я так понимаю что он скачок это с точки зрения вечности скачок да а на самом деле это эволюция то революционный процесс просто 21 декабря 12 года будет максимум а потом будет спать который тоже еще несколько лет будет продолжаться видимо ну вот и еще значит несколько слов я не хочу сказать сейчас я покажу значит основные работы в которых изложены вот где эти раба наши исследования вот книжка такая разошлась от прошлого будущего сверой надежды вот тиражом было ванны 200 изверталя всего но мы надеюсь в интернет выпустим все таки можно будет читать статьи можно тоже сборники есть а немножко по-другому излагается немного открылась уже после того как я направил в сборник эти свои статьи то вот и наконец еще о том меморандуме который был защитным меморандум поскольку я завтра не буду я уже рассказал ярославу григорьевичу что действительно меморандум этот надо поддержать и двигать его и я конечно подпишу и безусловно с добавками надо сам обознать специально полный развар развал системы вака вак сейчас насколько там я общаюсь с членами вака некоторыми настолько удручающее впечатление сейчас диссертация кандидатская на уровне стала дипломная работа докторская на уровне кандидатской работы и там обращают не специалистов приглашают как раньше было до советское время а там сидят чиновники которые только смотрят чтобы форма соблюдалась там символы там вот такая ерунда всякой держит на потом надо конечно же добавить туда в этот меморандум кто-то тут же были прекрасные доклады сегодня все доклады интересные о живой материи там столько механики но или механика тоже только начальника механика не занимался вот это начальный этап физики да а дальше надо живом сказать Вот тех вот, земля живая, то, что тут говорилось, это безумно интересные доклады, а это надо добавить в этот меморандум, конечно, обязательно. Ну и, наконец, в завершении оцелительных свойствах, я там вот в первом докладе не успел, несколько слов еще, что вот та вода, которая, эффект гомеопатический, подтвердил Зене, это главный авторитет у нас в России по всем водам, по фильтрам, по скважинам, все к нему. Я ему дал эту воду, Супер-С7+, он ее исследовал и подтвердил, что эта вода, у ее в банке данных такой равных не было, что этот эффект действительно объективный, и он целительный. Но я на себе испытал, я физик, меня интересует сам процесс исследования, а это как побочный результат просто. Вот я, например, после пневмонии хронический бронхит был ежегодно, несколько лет у меня его нету. Вот, я давал в разных местах, сортовали, да и в физтехе тут вдруг неожиданно выступает человек, когда я ему дал эту информацию, он пил вашу воду и избавился от легочных заболеваний. А у другой была, сортовали, 70 единиц у нее было давление. Я говорю, как можно жить с таким давлением? Дал ей воду, она аккуратно пила, я теперь не болею, нормальное давление, не гриппом, не болею, вся семья здоровая. Вот такой вход. И когда я ходил к врачам независимым домом, они такие слова сказали, вот ваши анализы, говорят, они идеальны, мы знаем, что теоретически такое может быть, но ни разу не встречали в практике, как будто у вас святой дом, говорят, я говорю, ну не знаю, вам ведь не... Ну и, наконец, последнее, что я хочу сказать, вот что мы, если действительно так агерентно сольемся в сознании, то все будет, катастрофы никаких не будет. Мы их, по крайней мере, снизим намного, эти катастрофы, локально. Вот каждый день в 11 часов по Москве, в России, единый молебан проходит. Мы обращаемся к Матушке Земле, посылаем свет и любовь, особенно в те точки, где была на Кавказе, северная водяная катастрофа, да. А три раза в месяц по всей планете идет вот этот молебен в 11 часов по Москве. Значит, тоже люди... И вот вы сразу почувствуете, какие пульсации идут эти пять минут всего-то. Вы читаете молитвы, вот чина же новая уже, она дана уже Масловым Леонидом Ивановичем. И все тогда будет, когда синхронно делается, то это придет в большом, в хорошем... В 11 часов, да, прямо во секунду. Вот. Ну и, наконец, вот эти все работы мои, которые за 9 лет я как начал заниматься водой, камнями даже поменьше занимаюсь. Конечно же, вот я благодарен моему соавтору, моя когерентная половинка. Вот она здесь присутствует, Нина Ивановна. Она эту книжку вот набрала, мы совместны все, она с автор всех статей практически. Вот. Мы с ней познакомились 59 лет назад, когда я поступил на физфак на первый курс. Мы встретились, я влюбился. И с тех пор, 4 года назад, нам все с золотой свадьбой наградили медалью большой золотой. Все, спасибо за внимание. А какие вопросы, вопросы? А плавающие и бегающие камни, вы так и не сказали, почему? Чинтамани-то? Вот он перемещается, да. А кто знает, почему? Он с Ореона, говорят, прилетел. Чертная камня. Если Земля живая, может быть, они тоже живые? Да, конечно, живые. В том-то и дело, что они и живут, и пусть, они действуют. Потому что вот этот камень, он запустил систему пирамид, их 300 на планете Земля, 300 пирамид. А некоторые, вы знаете, в Крыму 7 пирамид под Землей, они все функционируют. И когда вот этот момент, когда я это понял, вдруг мне звонит одна ясновидящая, говорит, с космоса наша Земля видит, как вот цветок, каменный цветок жизни, дурнвала описан, да, живая вот эта Земля. Эта система пирамид, она построена вот по такому закону. Ведь вся Вселенная – это сложная геометрия, да. И поэтому не случайно нам придется геометрию изучать серьезно, чтобы разобраться во всем это. И вот такая вот ситуация. Живые камни. Вопрос. Чем вы измеряли биополя? Какая величина? Да, биополя. Биополя они разные, ведь вот таким вот приборщиком. Да можно любой проволокой взять. Что, обычной рамкой вот это что? Вот эта рамка, да. Нет, ну а как там, в Виле, там же величины нету, в чем мы измеряем? В эргах биополе? Ну да, я сравниваю с чем-то, конечно же. У меня есть, например, эталонный камень, где я знаю, что воды нету, да, потому что в большинстве камней присутствует вода, и она принимает и дает биополе иногда. Я спрашиваю о величине физики. А, о величине разные, да. Ну, до размера Вселенных. В первом докладе, я сейчас говорил, там даже больше, чем до Вселенной. Галактика может быть размеры, солнечная система, любые размеры. Вот в книжке веника, веник, кстати, я в 20 метрах не измеряю. Ну, я измеряю, да, если большинство стоит, то прямо в диаметре Земли, в размере галактики, в размере Вселенной. В чем воду заряжаете? А, воду? Да я ничем не заряжаю. Заряжает Господь, наверное. А, вот это кристаллы, да, но можно... Способов очень много, как воду. Вот вы вот подержали вот так, да, уже она будет заряжена, особенно если вы помолились, да. Так тогда, может быть, просто самовыгрышением заниматься? Зачем вот, заряжать камушек? Это тоже, просто там эффект более сильный, когда вы камушек бросаете. Это целая, ну, на эту тему целая статья у нас... Какой шунгит или какой? Не, никакой не шунгит. Ну, кварцит, я могу сказать, что кварцит, но древний кварцит. Он несет память, видимо, еще изначальную, когда Земля была чистая, вот в этом, в Гипербореи. Вот именно оттуда, не любой, конечно. Шунгит мало еще даст. Он дает, наверное, незначительно. А там, вот шунгит даст, но километры биополе, да, а это дает диаметры Земли. Вот разница такая. Все. Можно вопрос? Вот мне непонятно, вот было тут такое, метаморфические свойства объектов Гипербории. Что значит метаморфические свойства? Нет, там такое-то, откуда такое? А у вас было это написано. Метафизические. Метаморфические? Нет. Ну, это неправильно, это ошибка какая-то. Метафизические свойства, да, метафизические. Конечно, это физика такая, физика неординарная. Размером со Вселенной, вы сказали. Какого размера Вселенная? А какого размера Вселенная, да? Ну, да. Во-первых, Вселенных очень много, на самом деле. Вот мы, наша локальная Вселенная, ну, это же все описано в учебниках, все там, 10, если вы считаете, знаете, что... А? Как-то не попалось в него. Ну, есть, да, как-то меня это не интересует, размеры Вселенной. Вы сказали, размеры со Вселенной, это очень обязывает. Да, да, да. Вы понимаете, что такое? Ну, да, конечно, понимаю, да. Вот я и говорю, что у меня проблема, я в первом же окладе сказал, что у меня возникла проблема больших чисел, да. Вот, и тут идет, значит, просто в бесконечность уходит величина биополя. Вот по этому принципу неопределенности Газенберга, да, который вот в квантовой электродинамике фигурирует. То есть произведение фазы, если все частицы в одной фазе находятся, то их может быть бесконечное число этих частей, включая... А вода распылена по всей Вселенной. Сейчас уже доказано американскими вот этими телескопами новыми, да, Кеплерс и другие, и что вода везде находится, в тех местах, и на Сатурне, и на Марсе, и на Луне уже обнаружены, на Юпитере, вернее. И там, где облако пылеобразующее, где образуются планеты, там уже вода в большом количестве имеется. Поэтому вот действительно бесконечное число может быть этих размеров. Это фантастично выглядит, конечно. Спасибо за внимание.